добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня буду вам показывать промежуточный результат формирования трейлера с в город белгород давайте вместе смотреть что у меня тут наросло смотрите по всему вот этому вот стволику который я укладывала поверх грунта пошли пасынки пасынок появился даже вот здесь вот вот он да я в принципе предполагала что такое возможно но я думала что этот пасынок насколько будет в глуби до сидеть глубоко что он а будет плохо развиваться но нет он развивается он меньше всех остальных но он растет чтобы ему ничего не мешало я вот так вот пришпилила вот эти листики старые от пасынка вот а также вот пасыночек да вот здесь тоже был у этого пасынка вот такой же листик я как только увидела что на стволике появился зародыш пасынка я начала хотела вот так же пришпилить листик и я его сломала в общем-то неаккуратно так полезла это все делать и сломала вот этот лист думала что этот зародыш пасынка засохнет то есть нет листика и пасынок засохнет но нет он не засох он потихонечку тоже развивается растет а растет он потому что я хорошо ухаживаю за вот этим трейлером то есть у меня здесь грунт не переувлажняется и не пересыхает поэтому пасынок развивается так что если у кого-то есть вот такие экземпляры до трейлеров то можете с ними работать поработать так как я вам показывала вот значит дальше что хороший уход хорошее освещение на вот этом вот этапе нужно чтобы пасынки не тормознулись а в росте до умеренный полив и в принципе пока все дальше когда эти пасынки уже хорошо так подрастут тогда их уже можно будет направлять туда куда нужно ну вот допустим вот этот предположительно пойдет в эту сторону вот сюда вот этот вот сюда пойдет а вот эти два наверно как-то в ту сторону его эту то есть тут будем направлять чтобы в результате но в дальнейшем получился хороший кустик красивый до трейлера вот так кто-то мне там написал что посмотрел на вал березе и вот этот вот мог кукушкин лен очень дорогой ну да девочки он не дешевый он дорогой но она того стоит а как вы хотели выращивать фиалки это вложение и порой не очень дешевое вложение я покупаю покупаю и честно говоря особо на цену не смотрю слышала о том что кто-то купил и попался в общем-то плохого качества до мог с плесенью ну я вот два раза заказывала у меня как бы мне везло мне никакой плесени нет я его храню вот в банке да вот я его не закрываю если он подсыхает я его слегка немножечко увлажняю я не знаю может быть можно и чтобы он высыхал да наверное можно но я как-то раз немножко увлажнила и он у меня как как живой вот так что тут наверное как повезет не ж говорю два раза заказывала и приходил хороший мох без всякой плесени вот можно ли заменить им вот это все мхом с фагнумом в принципе можно тоже мхом с фагнумом пользоваться но мох с фагнумом он более влагоемкий да и с ним нужно набить руку с поливом вот поэтому допустим кукушкин лен чем хорош он просто более безопасен он сохраняет влагу но он ее как бы не совсем удерживает но я не знаю как ну вот как то так мне нравится а значит сейчас я вот этого дружочка этого товарища переставляю на другой стеллаж на другую полку под фитолампу вот в такую плошку поставила там у меня нет матов это циолит влажный циолит сюда в плошку уложила и сверху вот так вот будет стоять вот эта плошечка циолит будет влажные постоянно и вот эта влажность в общем-то будет защищать от пересушек опять же до пересушек снизу циолит сверху мог час я снимаю видео о каждом сорте отдельно снимаю видео я их потом эти видео буду монтировать чтобы было сразу видео с результатом поэтому обязательно напишите в комментариях нужны ли вам вообще такие видео потому что видео снять ну бывает сложновато да не бывает а мне вообще в основном сложно снять видео пока я соберусь пока я вот это сформулирую что вам показать что рассказать как это показать и рассказать доступно и понятно кто-то может быть легко видео снимает мне полдня надо чтобы снять какое-то информативное такое видео поэтому ваши комментарии для меня очень важны так на этом хочу пожелать вам всем всего доброго мира добра и благополучия до свидания